Да, конечно, в части сельхозбизнеса тут, конечно, более опытный Анафсер Викторович, да, я все-таки не сельхозник, но, тем не менее, я как предприниматель, так же, как и по предыдущему вопросу, хочу отметить то, что в решении вот таких больших системных проблем должна присутствовать какая-то стратегия. Стратегия решения, да, а не так, так сказать, тушение пожара, пока там, где горит. Надо предотвращать, и сейчас вот мы получили и в один сразу период и засух, и нашествие трех видов саранчи, и одновременно же и пандемию, да, и помимо этого еще и руководство, которое не может вообще, непонятно вообще, чем мыслит, как это все решать. И в части вот именно сельского хозяйства тоже считают то, что должна быть какая-то стратегия не то, что по тушению сегодняшнего пожара, она должна быть заложена на где-то трех-пятилетнюю программу «Вперед», чтобы если завтра, если, грубо говоря, в следующем году мы опять же столкнемся с той же засухой, с тем же нашествием саранчи, а оно, скорее всего, будет, потому что с ним никто не борется, ну, с этой бедой. В данной ситуации у нас получается то, что мы, как в случае с пандемией, остаемся тет-а-тет с бедой наедине, грубо говоря, и те предприниматели, те сельхозники, которые столкнулись с этой бедой, ну, по крайней мере, не видно то, что их каким-то образом стараются спасти и какой-то фундамент заложить на будущее, чтобы они в следующем году также вкладывали в сельское хозяйство и не боялись, они понимали, что в случае чего их спасут, вот, если будет такое же нашествие. Потому что, ладно, те, которые там в этом году, говорят, уже сегодня, уже они, те корма, которые, как бы, закладывали на зиму, там, они уже их полностью израсходуют. И у них нету средств, и сейчас вот заново закупать, говорят, даже корма со Ставрополя везут сюда, и не знаю, насколько это правдивая информация, но говорят, там, на постах ГАИ, с них, вот именно на Ставропольском, взимая денежные средства, чтобы сюда, как бы, корма особо не везли в Калмыкию, не знаю, это вообще, потому что, если это действительно такая ситуация, то это что вообще за такое, что за ситуация такая. Также, вот, ну, не знаю, сейчас закладывается там некий, там, план ИПР, да, по Калмыкии, не поймешь, это диагноз, реально, или реально план какой-то, да, там, что для них важнее, там, может быть, сюда действительно важнее завести какую-то армию, которую там руководство хочет, и сказало, что хочет сюда некую армию завести, там, чтобы здесь, помимо, да, саранчи у нас еще и армия здесь выедала все, как бы, ну, не знаю, на самом деле, просто где-то действительно это смешно, но не видать этой стратегии, стратегии, и я считаю, со стороны руководства, это преступная халатность, преступная халатность, которым действительно должны привлечь свое внимание правоохранительные органы, и не спускать это все на тормоза, на какое-то там закрывание глаз, там, действительно должны сейчас на это посмотреть пристально, потому что оно не решится вот тут, просто так, оно не сойдет, как болячка, заросла и все, и отвалилось, нет, оно на следующий год будет еще сложнее, и этот посыл, вот тут именно и руководству, и правоохранительным органам должен быть сделан, может быть, с этого круглого старта, вот как-то. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы», рассказ «Диалог Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по баране лопатке», представленный в очерке народного поэта-калмыкии Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Мендифт Эн Би». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.